Бронеавтомобиль от Киа Мотез от Южной Кореи до Филиппин и Монголии. Для многих россиян компания Киа Мотез ассоциируется с корейскими легковыми автомобилями. Но компания из Сеула производит не только бестселлер российского автомобильного рынка бюджетные автомобили Киа Рио, но и автомобильную технику для вооруженных сил. Помимо грузовых автомобилей и армейских внедорожников, южнокорейский автопроизводитель выпускает легкие военные бронеавтомобили. Особенности легкого тактического автомобиля Новый корейский бронеавтомобиль Является инициативной разработкой инженеров военного отделения компании В процессе разработки компания получила финансирование от Министерства обороны Южной Кореи. Новый полноприводный тактический автомобиль изначально разрабатывался для удовлетворения потребностей вооруженных сил Республики Корея и рассматривается в качестве замены существующего парка легких военных внедорожников Киа КМ-420 И легкого универсального грузовика Киа КМ-450 Помимо всего прочего, КЛТВ изначально разрабатывался и для продажи на экспорт Компания Киа Моторз, работая над новым проектом, ориентировалась на создание легких тактических машин с большой мобильностью и высокой живучестью Сочетание данных качеств наилучшим образом подходит для проведения эффективных тактических операций и отвечает изменившемуся характеру боевых действий При создании нового бронеавтомобиля корейские конструкторы ориентировались на свой технический задел и накопленный опыт использования коммерческих и военных транспортных средств в армии Южной Кореи Новый корейский легкий тактический автомобиль повышенной проходимости построен на полноприводном шасси и обладает модульной конструкцией, что позволяет легко трансформировать транспортные средства для решения различных задач Автомобиль представлен в нескольких основных модификациях Многоцелевое транспортное средство, бронированное разведывательное транспортное средство, командный автомобиль, транспортное средство с оборудованием связи, а также грузовой автомобиль, пикап Автомобиль базируется на двух шасси Стандартная длиной до 4900 мм и с удлиненной колесной базой до 6050 мм Максимальная ширина автомобиля 2195 мм Высота от 1980 до 2195 мм, в зависимости от модификации При этом полная боевая масса машины в зависимости от используемой колесной базы составляет от 5,7 до 7 тонн Радиус поворота 7,8 метра Доступны бронированные и вооруженные варианты В базовой модификации на стандартном шасси автомобиль вмещают до 4-х человек водителя и 3-х пассажиров Автомобиль с увеличенной колесной базой может использоваться для перевозки 8 военнослужащих, а также транспортировки различного военного оборудования и имущества Внешне новый корейский бронеавтомобиль напоминает знаменитый американский Humvee или более современную единую легкую боевую машину JLTV, а также итальянский бронеавтомобиль Ivaco Бронированную версию автомобиля можно легко отличить по двухкомпонентному ветровому стеклу Используется бронестекла и навесным панелем бронезащиты на бортах кузова По заверениям производителя бронированные варианты Clearlight Tactical Vehicle Обеспечивают экипажу защиту от огня стрелкового оружия, а также от осколков артиллерийских снарядов Бронирование автомобилей Комбинированные композитные материалы и стандартные металлические листы На сайте компании-производителя указывается, что бронированная разведывательная машина сертифицирована по стандартам Stenag 4569 Level 2 и 3 Такое бронирование обеспечивает круговую защиту от пуль калибра 7,62х39 мм с бронебойным сердечником на дистанции 30 метров 7,62х51 мм для уровня 3 Все автомобили Получили полный привод, что особенно важно для военного транспорта, сталкивающегося с действиями в условиях бездорожья Все автомобили получили независимую подвеску, что также повышает комфорт от движения по пересеченной местности и проходимость машины, обеспечивая постоянное сцепление колес с дорогой Использование четырехканальной антиблокировочной тормозной системы ABS улучшает вождение автомобиля в сложных условиях и сокращает тормозной путь Дорожный просвет составляет 420 мм Автомобиль в состоянии преодолевать подъемы до 60 градусов Допустимый крен при движении по косогору до 40 градусов Без подготовки машина может преодолевать броды глубиной до 0,76 метра Автомобили комплектуются шинами размерности 315-85R16 Все машины получили систему централизованного регулирования давления воздуха в шинах, которая позволяет регулировать давление в шинах непосредственно из кабины Что позволяет изменять рабочее давление в зависимости от использования на твердых или мягких грунтах, а также подкачивать колеса, потерявшие герметичность Помимо этого производитель заявляет, что конструкция колес позволяет продолжать движение даже после пробития пулями или осколками В случае повреждения шины автомобиль проедет не менее 48 километров Все легкие тактические автомобили Комплектуются кондиционерами и камерой заднего вида Опционально машины могут комплектоваться лебедкой и дымовыми гранатометами По четыре пусковых установки по углам крыши с передней стороны Экспортные перспективы брониавтомобиля Клэлайт ТАКТИКЛ ВЕЙКЛ На проходившей с 15 по 20 октября Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности АДЕКС В 2019 южнокорейские предприятия демонстрировали не только новую версию основного боевого танка И боевые машины пехоты К-21 собственного производства, но и более простые образцы современной колесной бронетехники Среди показанных на выставке машин было и семейство серийно выпускаемых с 2016 года легких бронированных машин КЛТВ с колесной формулой 4Х4 Среди представленных на экспозиции образцов были Машина связи Многоцелевая машина К-153 Представленная в двух исполнениях Вариант самоходного ПТРК К-151 Вооруженный ракетным комплексом Хай-Ионгган Рейболт Южнокорейского производства Военный пикап С 2016 года легкий бронеавтомобиль КЛТВ Находится на вооружении армии Южной Кореи Известно, что в 2017 году бронеавтомобиль начали получать военные из Мали Также интерес к данному семейству легкой бронетехники проявляют представители Филиппин и Монголии Известно, что военные Филиппин получили к 2019 году как минимум три корейских бронеавтомобиля Для проведения всесторонних испытаний При этом Манила и Филиппины традиционно являются большим рынком сбыта для автомобилей военного назначения компания О том, что бронеавтомобили предлагаются и Монголии Известно по появившейся в сети брошюре с техническими характеристиками автомобиля на монгольском языке Новости об этом появились в начале 2019 года Международный дебют корейского тактического автомобиля состоялся еще в 2015 году на выставке IDEX 2015 в Абу-Даби В 2018 году бронеавтомобиль KLTV демонстрировался на выставке в Карачи, Пакистан Сообщается, что интерес пакистанских военных к данному транспортному средству достаточно высок Одним из важных преимуществ корейского легкого бронеавтомобиля с колесной формулой 4Х4 является крайне привлекательная цена Презентуя новинку, представители Киомотез заявили крайне низкую стоимость для автомобилей такого класса от 200 тысяч долларов за автомобиль в базовой версии Представленная на выставке ADEX 2019 техника свидетельствует о серьезном росте возможностей южнокорейского военно-промышленного комплекса Который начинает играть все большую роль на международном рынке вооружений Сегодняшнее состояние ВПК Южной Кореи позволяет стране выпускать всю гамму бронетехники От основных боевых танков и гусеничных БМП до легких тактических колесных бронеавтомобилей У которых точно найдутся покупатели на международном рынке Продолжение следует...